Устюжане Матвей Паську и Полина Лебедева приняли участие во всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые прошли в Санкт-Петербурге. Около тысячи пловцов со всей страны соревновались на дистанциях 800 метров вольным стилем, 200 метров комплексом и 100 метров на выбор. Матвей плыл брасом, Полина на спине. Учащиеся отделения плавания детской юношеской спортивной школы Великого Устюга, прошедшие до этого отбор в Вологде, северные столицы высоких мест не заняли, проплыли на своем уровне, но главное получили большой опыт. Пока не выступает по второму спортивному разряду, соревноваться пришлось с перворазрядниками и кандидатами в мастера спорта. Кроме того, Устюжане тренируются в 25-метровом бассейне, а соревнования проходили в 50-метровом. В Котласе прошел традиционный турнир по самбо «Двинская правда». В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Вологодской, Архангельской и Кировской областей. Наш город представляла Великоустовская районная федерация по самбо команда «Морозфайт». По итогам турнира победителями стали Илья Коряковский, Никита Сонин, Константин Аполихин. Второе место заняли Артем Люлинцев, Семен Дежнев, Роман Евграфов. Третье место – Иван Сиделков, Максим Илентьев, Данила Низовцев, Данил Карасев и Богдан Зеленин. Команда «Красавина» приняла участие в междугороднем турнире по волейболу среди ветеранов. Соревнования проходили в Коряжме. Победила команда «Красноборска» второго места у хозяев турнира. Третьими стали волейболисты Котласа. Команда «Красавина» на четвертом месте. Сегодня на «Мороз-Арене» пройдет церемония награждения победителей и призеров первенства города по хоккею. До начала церемонии состоятся три необычных матча реванша продолжительностью по 15 минут. Ветеран сыграет с «Энергией», флагман с «Химиком», а «Спартак» с «Легионом».